Сегодня Международный день. Сегодня день книги и авторского права. Сегодня день английского языка, сегодня день испанского языка, а сегодня еще в Испании и день влюбленных. Сегодня в 1793 году во время второго раздела Речи Посполитой центральная часть белорусских земель отошла Российской империей и была создана Минская губерния. В 1794 году сегодня в Великом княжестве Литовском была образована повстанческая организация «Виленские якобинцы» и сегодня было избрано их правительство, «Наивысшая рада литовского народа». Сегодня в 1836 году увидел свет первый номер журнала «Современник», журнал, который придумал и издавал Пушкин. В 1929 году сегодня началась первая пятилетка, а в 1985 году сегодня Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза взял официальный курс на перестройку и ускорение. В 1905 году газета «Витебские губернские ведомости» сегодня вышла с заметкой, в которой говорилось, что еще совсем недавно в нашем городе были редкостью велосипедисты, а сегодня наша публика удивляется велосипедом с бензиновым и керосиновым двигателем. А недавно в нашем городе появился первый автомобиль. Новинки техники собирают толпы зевак. И еще одна архивная новость из далекой древности. В 1786 году некоторые источники утверждают, что именно сегодня в нашем городе открылась первая частная аптека. 23 апреля сегодня, если я не ошибаюсь, 2019 год, 19.00, вечерний Витебск, мы начинаем. Добрый вечер. Всем добрый вечер. Ну, мы не будем выяснять, да, с путаницей. Все правильно, сегодня 23 апреля. Ну, 23-й же все-таки, да. Ну, 2019. Ну, это, конечно, деталь. Ну, вот ты знаешь, ты сейчас рассказал про велосипеды с бензиновым двигателем. Я бы тоже удивился, если бы сегодня увидел такой велосипед. Я предлагаю узнать, о чем пишут современные источники. Давай. По современности пройдемся. Кстати, совершенно летняя какая-то погода у нас установилась. Совершенно летняя погода у нас восстановилась. Мне даже не верится, что завтра будет еще теплее, кстати. Да? Да. Представь себе. Это хорошо. Так вот, Витвест и Бай публикуют новость о том, что в Орше есть дачница, наша с тобой тема, значит, у которой на приусадебном участке растут персики и абрикосы. Ну, они не сейчас растут. Нет, речь об урожае прошлого года. Там 50 килограммов персиков было. Ничего себе. Зовут девушку Татьяна Гончарова, и она вместе с супругом Сергеем, так они экспериментируют. И поскольку вот уже такая погода установилась, то в этом году они планируют как-то перешагнуть этот рубеж 50 килограммовый. Молодцы, здорово. Вот, молодые, увлеклись. Бывает же такое, да? А вот пенсионер, кстати, там же в Орше дело было, пенсионер залил в банке водой инфокиоск, в свои 72 года уже стал фигурантом уголовного дела. Вот что значит старое поколение. Убедившись, что никто из случайных прохожих его не видит, он несколько раз подходит к киоску, поливает его водой из пластиковой бутылки, ну и так продолжается до тех пор, пока этот аппарат, ну, не ломается, разумеется. Только он не знал, что его снимает камера видеонаблюдения, поэтому когда милиция его спрашивала, а что вы, собственно говоря, делали, он заявил, что хотел снять деньги в инфокиоске, да? Но там их, разумеется, не оказалось. Сейчас это видео активно обсуждают. Возможно, человек немножко заболел. Может быть, и есть, кстати, от этого прекрасные средства лечения, разные абсолютно, и сегодня, может быть, о них тоже поговорим. Билта опубликовала данные совершенно неожиданного и необычного социсследования. Оказывается, белорусская молодежь предпочитает оригинальные товары к контрафакту, в том числе это касается продуктов питания, гаджетов и, внимание, лекарств. То есть в случаях, когда возможны серьезные последствия для здоровья потребителей из-за некачественного товара, мы, молодые, выбираем неподделки. В отличие от одежды и обуви, там девушки-юноши более лояльны к контрафакту. Я хочу тебе сказать, что ты хоть 15 раз и подчеркнул, что ты молодое поколение, но мне бы тоже хотелось в тех вопросах, которые касаются лекарств, которые касаются питания, выбирать действительно неподдельные товары. Вот. Я так понимаю, что в некоторой степени наш разговор будет сегодня и об этом тоже. Безусловно. В этом году 25 лет, 25-летний юбилей, можно так сказать, наверное, отмечает старейшая в нашем городе сеть частных аптек «Адель». И сегодня мы поговорим о сети аптек «Адель». Начнем мы, правда, традиционно с нашей рубрики «Афиша». Там ничего не будет про фармацевтику, а вот потом уже будем встречать гостей. Поговорим. Золотое кольцо Витебска-Двина приглашает на юбилейную выставку живописи Лилии Коваленко «Поколение». Выставка составлена из картин, которые созданы в разные годы и особенно нравятся автору. Сюжетами ее работ стали натюрмуты с цветами, городские пейзажи и абстрактные композиции. Прекрасным дополнением к работам художницы стали ажурные лейтенантки Оксаны Зориной, дочери автора и живописные яркие работы трехлетней внучки-художницы. Выставка работает с 10.00. Витебский художественный музей представляет выставку-ярмарку в мире самоцветов. Посетителей ждут эксклюзивные авторские украшения из натуральных камней, подарки и сувениры из оникса, малахита, яшмы и других камней, а также винтажные предметы интерьера, межутерия и коллекционные минералы. Выставка открыта с 10.00. Витебский областной краеведческий музей приглашает на выставку 16-е триеннале медальярного искусства Латвии. Медали являются своеобразными меатюрными памятниками эпохи, и интерес к медалям как художественным произведениям и символам времени существовал всегда. Современные медали и близкие к ним произведения отличаются эмоциональностью и информативностью, возрастанием роли пластических приемов и способов обработки поверхностей, использованием разнообразных манер и техник исполнения. Выставка работает с 10.00. С удовольствием представляю вам наших сегодняшних гостей. Вероника Полонникова, заведующая аптекой «Адель» номер 28, и Татьяна Ветихович, менеджер фармацевтической компании «Фарммаркет». Добрый вечер. Добрый вечер. Если позволите, начну с того, что поздравлю вас с 25-летием сети аптек «Адель». Сеть аптек известная в нашем городе, люди ее знают, многие туда только и ходят, любят ее. И хочу вас спросить, 25 лет не прошли зря? Да, действительно, за эти 25 лет мы можем многим чем гордиться. 25 лет назад именно в Ветебске была создана компания «Фармаркет». Это одна из старейших фармацевтических сетей в Ветебском регионе. На сегодняшний день мы можем сказать, что мы представлены не только в Ветебском регионе, мы представлены по всей Белоруссии. Аптеки наши узнаваемые. Благодаря профессиональному подходу наших сотрудников к каждому нашему клиенту мы заслужили большое доверие за эти 25 лет наших жителей, чем мы очень гордимся. Мы всегда рады, когда наши клиенты к нам возвращаются вновь и вновь. Поэтому сегодня мы можем сказать с гордостью, «Адель» – это аптеки, которым доверяют. Ну, это тут не поспоришь с вами. Скажите, я знаю, что сеть «Аптек Адель» имеет свои, что ли, главные принципы работы. Принципы, по которым вы работаете, я не знаю, как правильно называются, клиенты, покупатели, кто приходит в аптеку. В общем, с людьми, которые приходят в аптеку, вы работаете по определенным принципам. И я хочу вас спросить, вот основное направление вашей работы на сегодня. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Конечно, основное направление нашей работы – это, конечно, клиентоориентирование. Мы рады абсолютно каждому, кто к нам заходит. Мы, заходя в наши аптеки, в аптеке «Адель», действительно получаешь комфорт, получаешь сразу великолепное, скажем, приветствие, улыбку нашего персонала, тот, который встречает. И действительно, мы настроены на помощь, мы настроены на сопереживание, мы настроены в первую очередь на качество нашего обслуживания, на то, чтобы люди, зайдя в себя в аптеке, не чувствовали себя больными, они чувствовали себя здоровыми и вышли от нас уже наполовину здоровыми, скажем так. А вот скажите, даже ведь сам дизайн ваших аптек, вот когда туда приходишь, это действительно не такая какая-то, ну, я не знаю, там, не комната или помещение какое-то, в котором вот кассир, там, не знаю, провизор, и вот купить, взять. Тут обязательно всегда с тобой поговорят, есть место, где присесть, есть на что посмотреть. Не только лекарства продаются в ваших аптеках. Это же тоже одно из... Отличительная особенность нашей компании, нашей сети, действительно. Вы правильно отметили момент, что с каждым поговорят. Наши сотрудники всегда найдут возможность, время обслужить всех, кто к нам придет, и максимально заботой проявить все свои профессиональные качества, навыки, максимально поддержать человека, ведь на самом деле в аптеку не всегда приходят здоровые люди, как на сегодняшний день. Да. Не все придут за витаминами, кому-то на самом деле надо экстренная помощь. Поэтому наш профессионализм сотрудников, которые мы стараемся развивать все больше и больше, на сегодняшний день на самом деле дает хороший результат, хорошие плоды. Когда люди приходят, они чувствуют, что несмотря на то, что несколько человек стоит в очереди в аптеке, они все равно получат полноценную консультацию. И даже если это вечер, окончание смены, зайдя в нашу аптеку, вы увидите улыбающегося провизора, который готов вам рассказать все и даже больше. Поэтому мы очень счастливы, когда из наших аптек выходят люди с улыбками. И с лекарствами нужными. Главное, нужными, да. Действительно, хочу поддержать немножко правильное направление аптека «Адель». Это, конечно, социальная ориентированность на наше население. Это сейчас можно видеть, наблюдать об этом открытой выкладке, то, что мы наблюдаем в наших аптеках. Открытая выкладка – это когда не только за витриной что-то лежит, а когда и посреди зала выложен товар, который можно потрогать руками, посмотреть, почитать. Это очень удобно, это очень удобно для наших клиентов. Это очень современно. Естественно, нельзя, не зря мы стремимся, и можно по праву сейчас сказать, что соответствуем европейскому уровню развития, европейским стандартам. Хотелось бы отметить, могу сказать, непосредственно о своей аптеке. У нас оборудован детский уголок, детская зона. Это очень удобно для родителей, для мамочек, гуляющих с детьми. И в тот момент, когда она может пройти, ознакомиться с нашим ассортиментом, где мы можем грамотно, с добротой, с душой подобрать ей абсолютно любое, как лекарственное средство, так и средство по уходу за собой, за красотой, за поддержанием своего внешнего вида. Я имею в виду сейчас какие-то витаминные комплексы, которые очень широко представлены в ассортименте наших аптек. Тем самым ребенок может заниматься... Да, маме не мешать. Маме не мешать. Это немаловажно. Конечно. Очень рады и очень люди пожилого возраста оценили выкладку наших аптек. Удобно посмотреть, подобрать себе тоже косметическую серию по уходу за суставами, что немаловажно сейчас в наш весенний период. Это помогает, это помогает в работе. И я вижу действительно, что людям это нравится. Ну и нам тоже приносит некий комфорт. Доставляет удовольствие от работы. И доставляет удовольствие от работы. Работу надо любить, и она должна нравиться. Поэтому наши сотрудники все с улыбкой приходят домой после, можно сказать, да, тяжелого рабочего дня. Но тем не менее, все-таки, когда ощущаешь свою ценность, о том, что ты кому-то помог, ты принес кому-то пользу, ты кому-то развеял сомнения, потому что профессиональная консультация у нас в каждой аптеке, Адель, дается нашими сотрудниками. Иногда люди начинают сами, с самолечением, почитав интернет, поставили себе диагноз, пришли к нам в аптеку. Мы очень это любим. Не стоит этого делать. Не стоит, не стоит. Надо, конечно, в первую очередь обращаться к врачам. Потом, конечно, если это в рамках компетенции фармацевтического работника, всегда мы поможем, мы найдем ту тонкую грань, которая поможет вам. Действительно, эта грань очень тонкая, потому что даже если человек, например, знает, что ему нужно, он приходит, он может забыть название, если у него нет, допустим, рецепта в руках. Он может понимать, что это лекарство ему уже перестало помогать, нужно перейти на что-то похожее, на что-то другое, но к врачу идти некогда. И, ну, миллион причин, вот сейчас точно так же, как я их там перечисляю, наши зрители тоже их перечислят. И это очень важно, получить компетентную консультацию в аптеке. Я знаю, что 99% ваших сотрудников имеют самую высокую категорию именно в сети аптек Адель. Да, на самом деле это так. Мы не останавливаемся на достигнутом, мы постоянно повышаем свои профессиональные знания, навыки. У нас на сегодняшний день на постоянной основе проводится обучение наших сотрудников, тренинги. Причем это всегда воспринимается нашими сотрудниками позитивно. Не надо никого никогда уговаривать. Заставлять не надо. Заставлять никого не надо. На самом деле работать в нашей компании, это все понимают, что это очень престижно. Работают только профессионалы, а чтобы достигнуть уровня хорошего профессионала, надо немало потрудиться. В нашей компании есть все возможности, было бы желание. К счастью, желание у нас у всех наших сотрудников и есть. Скажите, я тоже бываю в ваших аптеках, и я слышала, если я правильно поняла, что теперь многие провизоры ориентируют людей на то, чтобы они не покупали сразу много лекарств. Это ваша... Работа старая. Тоже ваш принцип? Да. Ну, немножко расшифруйте, расскажите. Заходя в аптеку, конечно, в первую очередь подвергаешься соблазну купить одно, второе, третье. Ассортимент огромный, и действительно кажется, тебе все нужно. Даже возьмем, к примеру, домашнюю аптечку, с которой с заботой мы идем абсолютно... Мы хотим заботиться о нашей семье, о наших близких, о наших родных. Ну, конечно, нам нужны определенный минимум лекарств, и, может быть, не совсем минимум, если есть какие-то заболевания в семье, там... О каждом хроническом заболевании спросит провизор, он поможет сориентироваться, подобрать. Впрок и много не стоит набирать, брать себе лекарства. Во-первых, каждый медикамент имеет срок годности. Во-вторых, направление лечения может уже пойти совершенно в другое русло, скажем так, где понадобится, может быть, с другой стороны подойти к данному заболеванию. То есть другое лекарство? Конечно. Можно купить себе заранее, потому что ты думаешь, что у тебя там после насморка начнется кашель, а у тебя он не начнется. Он не начнется, конечно. Поэтому провизора и работники наших аптек, аптек Адель, всегда открыты, всегда помогут, всегда подберут, всегда посоветуют. Единственное, что можно, конечно, брать, это то, что нужно для нашего здорового образа жизни, для того, чтобы мы чувствовали себя уверенными, красивыми, компетентными и так далее. А я вот могу вас попросить, слушаю, нравится, с ужасом думаю о том, что наступит тот момент, когда часть моей зарплаты будет увеличиваться и уходить на аптечку, но вот минимум, который должен обязательно у меня быть дома, ну, как бы чего там ни случилось, чтобы в любую секунду меня вот эти вот препараты могли выручить. Вот что это должно быть? Что это должно быть? На первую очередь, это, конечно, должны быть противовоспалительные обезболивающие лекарственные средства, это должны быть средства от заболеваний желудочно-кишечного тракта, это должны быть противоаллергические средства, это то, что обязательно должно быть. Глазные капельки должны быть. Естественно, перевязочный материал, да? Это бинты, пластыри, ватные тампоны, салфетки, йод, зелёнка, и причём мы можем предложить сейчас более современные варианты в виде карандашика. Вот это вообще интересно. Подождите, в виде карандашика что? Йод и зелёнка. А как же вот это вот открыть так, чтобы потом приходить? Ну, вы все понимаете, о чём это? Дети, аптеки Эдель действуют европейским, современным, мы всегда методом, мы всегда выше, мы всегда поможем вам соответствовать нашему 21 веку. Ну, вот смотрите, у многих сейчас возникло желание, вот мы перечислили препараты, да, которые обязательно нужны, ну, и все понимают, что, наверное, это как-то очень дорого, да, чтобы пойти там собрать себе аптечку, это нужно, не знаю, месяц там собирать деньги. Давайте объясним. Это не миф, который можно развеять. Конечно, как и всё, каждый медикамент, он от и до синонимы, поэтому мы и просим, обращайтесь за помощью, не сами формируйте. Ценовая категория лекарств... В вашей сети представлена очень широко. Я вот и хотела сказать, что я так, как я понимаю, делаю вывод из того, о чём мы сейчас говорим, прийти в вашу аптеку, поговорить с провизором, и провизор для любого человека, который пришёл, расскажет от и до, что можно взять, и человек сам уже потом для себя выберет, что конкретно он хочет, там, ну, я уж не знаю, какие конкретные препараты. Термометр. Вы можете купить как ртутный, который стоит 4 рубля 50 копеек, так и электронный, скажем, вообще бесконтактный за 100 рублей. Поэтому тут мы открыты абсолютно для каждого клиента. Мы поможем, подскажем, где можно сэкономить, где лучше не экономить. Бережно подойдём к бюджету. Каждого, кто к вам пришёл. Каждого, кто к вам придёт, безусловно. А вот если мы будем касаться вот вашего европейского направления, в ваших аптеках, в сети ваших аптек Адель, ну, безусловно, каждому молодому человеку, ну, или человеку прогрессивному, всегда приятно прийти и увидеть, что вот в нашем городе есть аптека, в которой, ну, так, не знаю, как мы в кино, например, где-то видим, да, то есть можно там даже взять корзинку или не корзинку и пройтись по залу, выбрать то, что тебе нужно, почитать, не знаю, какие-нибудь там кремы, какие-нибудь там БАДы, какие-то такие вещи, которые, ну, возможно, не, там, не знаю, не то, что лекарство, а вот то, что помогает, улучшает качество жизни. У вас же ведь на это, к этому уделяется большое внимание этой стране. Да, действительно. Естественно, придя в нашу аптеку, в каждой аптеке Адель у нас есть еще наш консультант, который поможет в выборе. Зачастую люди приходят, да, они посмотрели, очень привлекательная упаковка, очень заманчиво, а консультант сориентирует, надо ли, подходит ли этот препарат, либо эта маска, эта косметика данному покупателю. Мы всегда, иногда приходится переубеждать наших покупателей, которые настойчиво говорят, нет, я это хочу. Но наш профессионализм все-таки побеждает, да. Мы рады, что нас слышат. Мы ценим, мы умеем беречь деньги наших покупателей, мы ценим каждого нашего клиента. На сегодняшний день у нас достаточно социально ориентированное направление, мы придерживаемся, мы хотим, чтобы люди ценили нашу заботу, и мы это уже видим, как отдачу наших покупателей становится все больше и больше. Когда мы экономим бюджет наших жителей, наших граждан, это, конечно, нам приятно и им приятно, а экономия, это, знаете, это всегда буберанг. Они приходят к нам и получают от нас хорошую консультацию профессиональную, где-то, возможно, мы, ну, зачастую мы их можем переубедить, если это в рамках, да, если это нужно. Но мы, конечно, никогда не спорим, если это рецепторный препарат, это врач прописал, поэтому есть определенные грани, есть определенные рамки наших компетенций и возможностей, за которые, за пределы которых мы не выходим. Ну, я хочу вам сказать, что очень важно, безусловно, то, на что вы обращаете внимание, вот подготовку вашего персонала, ведь очень хочется вернуться к тому, кто тебе помогает. И если ты в аптеке нашел провизора, с которым ты разговорился, с которым ты разнакомился, с которым ты подружился, и советы которого ты понимаешь, что они тебе помогают, туда, безусловно, хочется возвращаться, и поэтому мне кажется, что вот это направление тоже, ну, во всяком случае, я на себе его действия ощущаю. Я хотела спросить, вот у вас, Вероника, вот эта выкладка пресловутая, про которую мы говорим, вот эта открытая, да, это возможность посмотреть и выбрать самому. Вот скажите, это ведь направление достаточно новое, у нас магазины, в общем-то, еще до сих пор переходят на такую систему, еще не все перешли. Вот как аптека с вот этими мелкими всеми, ну, это же все мелочи какие-то, которые там лежат. А как вам, вот, заведующей аптекой это все нравится? Да, хороший вопрос. Конечно, когда все это вводилось, конечно, был некий страх. Некий страх, страх то, что, как наши люди, наверное, недоверие к людям, что украдут, заберут и так далее. Потом я себя словила на мысли, если я несу позыв доверителя, чтобы мне, и хочу, чтобы мне люди доверяли, почему я не должна им доверять. И вы знаете, с каждым днем, наверное, с каждым разом я выкладывала все больше, больше и больше. Я вижу, как людям это нравится. Люди смотрят. Действительно, есть некий плюс в продажах, им не легче нам, работникам, потому что мы можем с легкостью не где-то доставать, открывать, ключиком подходить, с легкостью подойти к одному, ко второму, либо к косметическому средству, либо к витаминным комплексам, то, что направлено на здоровье наше, и порекомендовать, показать нашим клиентам. Поэтому не стоит этого бояться, не стоит... А люди вот с радостью приходят, да, вот с интересом. Конечно. То есть как вот... Посмотреть, пощупать, тактильные ощущения, это же очень важно. Это же... Как в 1995 году, новенькие техники вызывают толпы, зевак собирают. У вас вот тоже приходят, да? Конечно. Ну или там, когда начинали... Да, люди приходят, люди смотрят, почитают. Очень сказано о тех вещах, которые нужны для себя. Это же зубные пасты, зубные щетки выбрать, сосочки для деток, пустышки. Это очень... Во-первых, мы не мешаем клиенту оставаться в его зоне комфорта. Ой, да, это же тоже очень важно. Очень важно. И мы чувствуем тот момент, когда мы должны ему помочь, когда мы должны... Когда он уже начал сомневаться. Когда уже кое-что выбрано, но не до конца уверен, что называется. Конечно. Поэтому людям нужно. Это люди должны чувствовать, что в аптеках их не берут вот так и навязывают лекарственные средства, либо сопутствующие товары, а что каждый человек может сам принять решение, сам выбрать для себя. Это очень важно для нас. Ну, в конце концов, сосочку-то надо ребёночку и примерить, а то вдруг не подойдёт дальше. А ребёночек в это время сидит, там что-то раскрашивает. Ну, или тот, который сосочку сайсует, ещё не раскрашивает, ещё висит у мамы. И слава богу, есть подвязочки, замки. Нет, ну я шучу, конечно. А вот смотрите, я правильно понимаю, что у сети есть такие, наверное, флагманские, может быть, магазины, не магазины, а аптеки, наверное, самые крупные. И вот в них как раз вот эта вот и открытая... Выкладка. И открытая выкладка. А ещё тут уходить специально во все аптеки и спрашивать, а какая у вас... Ты увидишь. А те, которые такие аптеки шаговой доступности, да, может быть, их можно назвать, там же, наверное, тот же ассортимент, просто за счёт того, что они поменьше... Выкладка другая, Иванна выкладка зацепила. Сейчас наш бренд, он узнаваем абсолютно во всех регионах, потому что Адель, мы должны быть узнаваемы везде, и качество, и сервис своего обслуживания, наши аптеки. Вы можете зайти что в Минске, что в Бресте, что в Гомеле, что в Гродно. То есть будет всё то же самое абсолютно. А вот давайте мы прямо сейчас можем посмотреть. Мы будем продолжать говорить, но наши корреспонденты специально сегодня проехались по некоторым аптекам вашей сети, и вот мы сейчас посмотрим, вот они. Смотрите, это же в Бресте, да? Вот она, нет, это в Витебске. Там была только что открытая выкладка, я её узнала. Да. Это аптека на Ленина, насколько я думаю. Да, на Ленина, да. Да, и вот она там, ну вот это вот уже не открытая. То, что за... Нет, это открыто в торговом зале, не открыто. Вот это аптека, в которой я работаю, 28-я. Пусть. Узнали теперь. Спасибо. Вот видите, конечно, есть какая-то часть, которая за стеклом, это изделия медицинской техники, это какие-то биологически активные добавочки, а то, что для людей, люди могут сами, не навредя себе, приобрести, естественно, то в открытой выкладке. Ну, вот сейчас мы увидели и ваш логотип, тоже напомнили сами себе его, потому что его много раз видели. Скажите, вот когда мы с вами разговаривали до эфира, коснулись мы всяких даже курьезных случаев, которые бывают в аптеках. Часто вы мне рассказывали, что бывает так, приходила покупательница пожилая уже, которая принесла 4 таблетки, совершенно просто таблетки обычные, без упаковки, и сказала, вот мне нужны такие же. И вы умудрётесь выходить даже из таких ситуаций в ваших аптеках. Да, даже бабушка, которая придёт и придёт, просто 4 таблетки без упаковки, она уйдёт обязательно с полной упаковкой. Того, чего ей надо. Да, именно тех препаратов, которые ей необходимы. Наши сотрудники, всегда наши провизора найдут ей именно необходимые лекарства, и она пойдёт домой удовлетворённая, даже без названия, наименования, а визуально. Вот настолько у нас высокие профессионалы работают. Вообще, можно дополню, скажу, что это не совсем правильно, дорогие друзья. Не надо приходить в аптеки с таблетками. Без упаковки, конечно, без упаковки. Конечно, понятно, что это такой курьёзный случай. Это курьёзный случай, поэтому лучше запоминать особенно те вещи, которые помогают, которые нужны для... Или записывать. Или записывать, да. Которые нужны, и вы принимаете постоянно при хронических заболеваниях. Конечно, нужно очень качественно, не только надеяться на провизора, безусловно, как Татьяна правильно сказала, мы подберём, мы угадаем, мы разгадаем этот ребус, мы поможем, но самому в первую очередь нужно заботиться о себе. Ну, конечно, конечно. И не только в плане здоровья, имею я в виду лечения заболеваний, но и в плане поддержания здорового образа жизни. Да, на сегодняшний день это одно из направлений работы нашей сети, это поддержание здорового образа жизни. Мы стараемся привить это нашим гражданам, мы ценим качество жизни, и это позиционируем в нашей компании на сегодняшний день. Наш ассортимент позволяет поддерживать хороший, высокий уровень жизни. Поэтому у нас направление как забота о тех, кто нуждается на самом деле в помощи уже в каких-то препаратах, так и для тех, кто избрал путь поддержания своего на сегодняшний день состояния здоровья, кто ценит, кто хочет и в дальнейшем не обращаться к нам за лекарствами. Пожалуйста, мы рады всем, мы готовы помочь, проконсультировать, подобрать какие-то витаминные комплексы, Кроме витаминных комплексов, у вас ещё есть направление, ну, я не знаю, можно ли говорить слово товары. Это товары или что это, направленные на красоту, на питание здоровое, да? С питанием здоровым связано что? Это какие-то биологически активные добавки или это непосредственно здоровое питание? Это могут быть, естественно, комплексы биологически активных веществ, какой-то либо общей направленности, либо конкретной, то есть это волосы, ногти, кожа, это суставы, это лицо, да, для всех красивых. Также, конечно, здоровое питание, то есть на сегодняшний день у нас в ассортименте есть сухарики, яблочные чипсы, скажем так, и представлены наши собственные торговые марки, батончики, мёсли. И в дальнейшем, я думаю, что сеть будет в этом направлении развиваться, и это нас не может не радовать, потому что мы, естественно, боремся за, в первую очередь, профилактику наших, профилактику любых заболеваний, чтобы клиенты, заходя к нам в аптеку, шли с удовольствием не за лекарствами, а ещё за каким-нибудь комплексом для красоты, для здоровья. Мне захотелось зайти в аптеку, просто зайти и посмотреть, что у вас там лежит, что у вас там продаётся, и я так поняла, что можно даже, ну, скажем так, не имея, слава богу, какого-то заболевания, прийти в аптеку Аделии, там выбрать что-то, вот когда, скажем, душа чего-то просит, а сам не знаешь конкретно чего, вот туда придёшь и купишь для своей души что-нибудь полезное. Главное, полезное. Ну, так аптека, слово аптека уже предполагает, что что-то всё-таки там полезное, ну, как бы хочется в это верить, что аптека торгует именно полезными вещами. Ну, уже будет здорово, если кто-нибудь возьмёт и чипсы привычные, заменит, например, чипсами яблочными. Яблочными. Сухариками. Это очень актуально и очень здорово как для детей, да, так и для людей, которые за здоровый образ жизни, за здоровое питание. Да, наблюдается хорошая тенденция в наших аптеках Адель, стало больше ходить людей возрастных, которые всё-таки на сегодняшний день это модное направление, ценить своё здоровье, поддерживать. Они стали больше уделять своему здоровью внимание, времени, поэтому для профилактических, вот как сказала Вероника, целей, они приходят за какими-то препаратами, именно которые помогут сохранить здоровье как можно дольше. Это не может нас не радовать, когда люди, ну, мы разломали этот стереотип, когда говорят, люди возрастные, бабушки, дедушки приходят только за какими-то таблетками. К которым они всю жизнь привыкли. Да, да. Мы смогли убедить и привить эту любовь к жизни, к своему здоровью, поэтому очень приятно наблюдать у нас таких возрастных покупателей, клиентов, которые вот идут, приходят к нам. Которые могут найти, опять же, в аптеке провизора, с которым они обсудят и свои заболевания, и лекарства, к которым они привыкли, и, возможно, услышат о тех, к которым они ещё пока не привыкли, но которые уже более современные, новые и так далее, и так далее. Ну, тоже смогут сделать свои выводы и купить то, что им нужно. Доступность средств плюс профессиональная консультация, она не может не привлекать людей в аптеку. Ну, вот смотрите, привычка к чему-то, ну, а у кого-то это просто необходимость, может быть, в каких-то лекарствах, и, например, эти лекарства, ну, назовём так, редкость, да, или, может быть, эти лекарства быстро заканчиваются. Вот в такой ситуации какой может быть выход, чтобы человек был уверен, что он, например, это лекарство получит, или что ему не придётся обойти всю сеть АДЭЛЬ, ну вот. Ну, в этом направлении мы тоже работаем, на самом деле мы очень мобильны. Если есть у данного лекарственного средства какой-то синоним, либо непосредственный запрос по той, либо иной причине отсутствует на рынке, на нашем белорусском рынке, мы всегда предложим человеку альтернативу, всегда дадим выбор. Не оставим его, не скажем ему «нет», и всё на… Извините. Извините, этого нет. Человек всегда получит консультацию и помощь, и заботу, опять-таки, почему его нет, ему всё объяснят. Каким причинам нет. Если это такого рода причины, мы всегда предлагаем замену, чтобы не навредить, чтобы помочь, чтобы человек ушёл удовлетворённый. Если этого нет, всегда нет данного лекарственного средства у нас в аптеке по… Ну, не заказала, ну, редко спрашивали, но спросили. У нас есть склад наш, с которым у нас поставки ежедневно. Всегда человеку попросим оставить телефончик, перезвоним, что вот, приходите, в такое-то, в такое-то время заберите. Вопросы решаются буквально в часы, не в дни, не в недели, а в часы. И причём вся наша дружная команда, вся она открытая, и мы все тогда работаем на помощь конкретному человеку, независимо от того, в какую аптеку Адели он зайдёт. Скорая помощь. Ну, можно и так сказать, да? Можно и так сказать, можно и так сказать. А вот тоже говорили, когда мы с вами перед эфиром, вы говорили о том, что ещё тоже как бы такой, ну, я не знаю, принцип это или нет вашей работы, это осознанный подход клиентов к выбору лекарства. То есть не просто человек должен прийти и сказать там, допустим, я прочёл, что мне поможет, там чего-то, там такое. Прочитал он это в интернете, или сказала ему соседка, или кто-то ещё сказал. И вот тогда начинается, я так понимаю, большой и... Интересный диалог. Да, интересный диалог. С нашим сотрудниками, да. То есть объясните, пожалуйста, вот может быть нашим зрителям, вы же тоже, наверное, хотите видеть клиентов, которые к вам приходят, чтобы они всё-таки понимали, чего они хотят. И вот этот осознанный выбор, мне кажется, это на самом деле важно. Человек должен прийти к вам подготовленным. Естественно. Не следует забывать, что в первую очередь аптеки – это подразделение здравоохранения, которое несёт в себе функцию – это здоровье, в первую очередь, населения. Я уже говорила ранее, что заботиться о своём здоровье должен в первую очередь сам человек. И поэтому правильно подобрать себе лекарства, не надо читать в интернете, где-то что-то выдумывать себе, где-то самому... Не, ну мы ведь всё равно будем. Вы же понимаете, что мы живём в нашей жизни, и мы всё равно будем это делать. Ну просто, наверное... В первую очередь, грамотный подход к своему лечению сэкономит ваши средства. Это нужно понимать. Грамотный подход. Это не сам себе выписал? Это не сам себе выписал. Очень жалко. Очень жалко. Как есть. Ну и соседка наша такая умная, хочется послушать, довериться. Ну она же говорит, она же знает. Каждый человек – индивидуальность. И каждый человек, он должен получать профессионально квалифицированную помощь. На это, естественно, рассчитаны и наши аптеки, и наш персонал. Я это к чему спрашивала? Я спрашивала это к тому, чтобы мы с вами обязательно проговорили это. Приходящий к вам человек, он пришёл и сказал, я хочу такое-то лекарство. Ему просто так, раз ты хочешь такое-то лекарство, его просто так, ну совсем просто так, скажем, не продадут. С ним всё равно поговорят и всё равно уточнят, потому что мало ли кто из нас чего хочет. Каждое лекарство имеет свои побочные эффекты, они имеют противопоказания. Естественно, мы должны всё это учитывать и помогать выбрать именно тот медикамент, который непосредственно подходит данному клиенту. Один из наших девизов – это не навредить. Конечно. Поэтому всегда задаётся большой ряд вопросов, и иногда люди... Всё-таки вот у моей соседки помогло, а мне почему не может помочь? И наши сотрудники смогут убедить, они всегда приводят весомые аргументы, что вот у вас может быть такой побочный эффект, потому что вы сказали, у вас такое заболевание. Это стандартная ситуация в аптеках, поэтому наши сотрудники к этому привыкли. Ну, это вот детали, из которых и состоит, в общем, ваша работа, наверное. Да, конечно. И каждый человек, это тоже индивидуальность. И меня иногда даже удивляет, когда вот приходишь в аптеку, и там, ну, допустим, собирается там сколько-то человек очередь, и тогда всегда приходит несколько сотрудников, начинают помогать, чтобы быстрее эта очередь шла. И вот эти вот разговоры, которые ведёт провизор с покупателем, не знаю, с клиентом, ну, я не знаю, может быть, тем людям, которым просто интересна медицина, чем-то всегда тоже интересно послушать, потому что какие-то есть всегда мелочи, какие-то нюансы, на которые обращает внимание провизор, а человек, возможно, даже и не думал, что на эту мелочь можно внимание обратить. Да, на самом деле вы правы. Когда наши покупатели стоят в очереди, они могут много чего интересного услышать и полезного для себя. Но у нас на сегодняшнее направление такое ведётся, это комплексный подход к каждому нашему покупателю. Поэтому если пришёл человек за какими-то лекарствами, там, аппаратопростуды, конечно, наши сотрудники порекомендуют максимальный комплекс, который необходимо пропить для повышения иммунитета уже после болезни. И кто-то, стоя в очереди за покупателем, услышит, да, на самом деле, наверное, сейчас весна, наверное, мне надо попить витаминки. А всё благодаря тому, что наши провизора проконсультируют и порекомендуют заботиться о здоровье даже после перенесённого заболевания. Ведь забота о здоровье сэкономит и наши нервы, и наши деньги. Безусловно, безусловно. И даже то, с чего мы начинали, вот этот вот, я не знаю, девиз или направление о том, что не надо накупать лишних, ненужных лекарств. Не нужно. Нужно взять то, что тебе необходимо сейчас, при том, что у тебя есть домашняя аптечка, в которой есть необходимые на всякие случаи, и удовлетвориться этим, если понадобится что-то ещё, прийти докупить что-то ещё, чтобы это всё не лежало и не складировалось дома просто так, неизвестно зачем, чтобы потом соседям раздавать, которым это тоже не нужно. И выбросить. Ну, это не стоит. Вы знаете, мне кажется, нас сейчас смотрит большое количество людей, которые работают в аптеках, не обязательно в ваших просто, которые имеют к этому отношение. И вот хочу попросить вас, Вероника, вот мы видели, как вы в аптеке там стоите, работаете. Вот расскажите, пожалуйста, как сделать так, когда приходит человек, у которого нет рецепта на лекарство, но ему нужно именно это лекарство. Как сделать так, чтобы он получил рецепт, но вернулся всё равно к вам с рецептом и у вас же его купил? Вот дайте секрет, и такой мастер-класс буквально у нас немного времени остаётся. Как обойтись с человеком, чтобы он пришёл к вам? Это исходит уже от самого человека. Когда блеск в глазах при встрече клиента, когда открытость при встрече клиента, когда я слышу клиента, что ему нужно, ведь все мы люди, мы все чувствуем, когда к нам хорошо, когда к нам с душой, когда к нам нет. Поэтому аптеки «Адель» и те профессионалы, которые там работают, поверьте, мы все с душой, мы все за наших клиентов, и действительно люди возвращаются, они всё это чувствуют. Надо любить себя и свою работу. Свою работу, безусловно. Каждый клиент, ну и вы, безусловно, вы же тоже клиенты своей аптеки, я уверена, конечно. Вы тоже за то, чтобы каждый человек и себя любил, и к своему здоровью подходил, осознанно и к лечению, и к здоровому образу жизни. На этой оптимистической ноте время нашей передачи вышло. Я понимаю, что мы с вами можем встретиться и поговорить ещё. Разговор получился очень интересным. Приходите к нам, пожалуйста. И прямо сейчас мы посмотрим, как Александр Калинман сегодня прошёлся по аптекам сети «Адель». Друзья, замечательная погода на улице, прекрасная. И самое главное, в такую хорошую погоду, что правильно, не заболеть. Поэтому сегодня мы немного поговорим про лекарства. Поехали. Когда вы заболеваете, скажите, вот вы сами лезете куда-нибудь на полочку, где лежат лекарства, или обращаетесь сначала к родителям, и они уже вам выделяют какие-то нужные таблетки? Сначала к родителям, а потом нам скажут то, что нужно принимать, и мы принимаем. То есть вы в каком классе примерно? Десятый. Десятый класс ещё как бы не позволяет вам взять на себя ответственность лечить себя самим? Или уже как бы... Ну, студу мы сами, наверное, лечим. А уже что-то посерьёзнее, тогда, конечно, мама и врач. Можно ли, можно ли, вот смотрите, как вы думаете, можно ли без назначения врача просто пойти в аптеку и спросить у фармацевта, у провизора, что лучше к врачу вашему? Да. Чем вы лечитесь? Народными средствами. Какое вот самое вот такое народное средство при температуре? Вот если вот всё поднялось температуре... Малина. Что, ну, втирать малину? Почему втирать? Заваривать и пить, как бабушка делала. В лекарства вы не верите. Но! Готовы ли вы признаться при этом, что вы не ходите в аптеку за лекарствами? Нет. Не ходите? 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 Как так получается, что в лекарства мы не верим, а в аптеку идём за лекарствами? Так вот и получается. А как вы обычно идёте? По рекомендациям врача? Или вы идёте сначала в аптеку, и там у фармацевта уже спрашиваете, что там от горла, что там... Сами-то друзей. О! Да. А бывает такое, что покупаете лекарства впрок? Нет. Вы, вот когда идёте в аптеку, вы, как правило, идёте уже по рекомендации врача, или вы приходите, и там уже у фармацевта спрашиваете, что, чего помогает, или изначально всё-таки надеетесь на мнение врача? Ну, конечно, на мнение врача надеюсь, но могу и сказать и так. А какое вот самое работающее, вот чаще всего, лекарство, которое вам в жизни приходится как-то прибегать к его помощи, может, самое-самое работающее на ваше мнение препарат, без которого, ну, вообще никак? Ну, стараюсь, вот внучке, если покупаю, то или витамины покупаю, или покупаю рыбий жир. Работает рыбий жир? Работает. Что тогда? И настроение лучше, и кости кремче, и... Болеет меньше простудными заболеваниями. Слушайте, рыбий жир, мне кажется, это действительно нужно признать. И при любых антибиотиках стараюсь принимать, чтобы ребёнок принимал вот кишечные бактерии. Ну, вы очень грамотно к этому ответите. Сама медик. А есть такое, чтобы вы покупали лекарство впрок? У вас бывает такое? Ну, если еду куда-то, то запасаюсь на юга, чтобы со своим лекарством приехать, да. Вот, кстати, да, потому что это за границей или где-то ещё там... И стараюсь, если, ну, к зиме, то, ну, чтобы такие были препараты, как с температурой сбить, чтобы вот это дома было, и это впрок. Вы верите в лекарства? Что они вот работают вообще? Или это... Конечно, верю. Скажите, а бывает такое, что вы без совета врача просто идёте в аптеку, и уже провизор вам помогает найти необходимое лекарство? Бывает. Либо вы... Как чаще? После врача? Либо вы сами идёте уже? Что по врачам лишний раз ходить, можно спросить в аптеке. Как у вас? Сама личная. Чаще всего сами. Вы когда идёте в аптеку, вы чаще всего идёте по совету врача, или вы знаете уже, что нужно покупать? Знаю. То есть уже опыт жизненный... В интернете смотрю, читаю. А интернет, это же всякое, как говорится, поэтому тут даже сложно. Мы вот всё-таки, конечно, рекомендуем обращаться к врачам, но и опытные фармацевты, провизоры тоже могут помочь. Скажите, пожалуйста, ну, а бывает... Ну, по жизни уже все врачи. По жизни, да, всё, как бы переболеем, да, то уже маленькое медицинское образование кроется в каждом. От родителей нам всё это перешло. Какой вот, скажите, пожалуйста, у вас самый такой препарат-помощник? Препарат от давления, уже мы в возрасте. Нужно постоянно что-то поддерживать, да? Ежедневно пьём. Скажите, а бывает такое, что вы покупаете лекарство впрок? Конечно. Есть такое. А для чего? Ну, если меня цена, допустим, устраивает более низкая, значит, я её покупаю. Вы верите в то, что лекарство действительно – это необходимость в нашей жизни, которую нужно иногда к ней прибегать, или можно и без лекарственных препаратов справиться? Ну, я думаю, это от здоровья человека зависит от возраста. Как часто вы прибегаете к аптекам, к лекарствам? Я в последнее время чаще, но, в принципе… Это зависит всё от того, с чем сталкивается собственное здоровье. Честно, вот вы идёте в аптеку от интернета или от врача? Ну, то есть, где вы берёте понимание, что вам необходимо купить при том или ином заболевании или симптоме? Ну, чаще от интернета всё-таки. Сейчас у интернета… Можно сходить в аптеку, чем сходить в карачку, а потом и в аптеку ещё. Ну, интернет же стал нам давать очень большой выбор мнений, и можно словить оттуда неизвестно что. Можно же покопаться, поизучать, и туда прийти как… Бывает ли такое, что вы приходите в аптеку и просто понимаете, что перед вами стоит фармацевт, который вам всё сделает? Он вам пояснит, что от чего, что лучше. Доверяете ли вы мнению фармацевту? Да. До завершения нашей рубрики мне хотелось бы сказать – будьте здоровы в прямом и переносном смысле. На сегодня всё. Пока. Вот я думала, что Саша Кринман пойдёт по аптекам, и он пошёл сразу по клиентам аптек. И Сетя Дель рекомендует не покупать лекарства. Прог. Прог. Ты просто не поняла. Он ловил всех тех, кто выходил из аптеки. А, выходил. Ну, понятно. В разных местах выходил. Подглядывал. Ну, это потенциальные люди, которые могли бы стать клиентом аптеки, наверное. И явно не нравится. В любом случае, мы всем желаем не болеть, мы всем желаем прекрасно себя чувствовать. И если для этого нужно будет зайти в аптеку, то зайдите в хорошую аптеку, где вам подскажут, как не болеть и что для этого нужно купить. Мы желаем вам нескучного вечера и завершаем музыкальным номером. Да, наш музыкальный гость сегодняшний. Виталий Рачковский. Нескучного вечера. Пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»